Всем привет дорогие друзья! Несколько дней назад я ездил в другой город и с трудом добрался до дома. По той причине, что вот этот автомобиль, в котором я сейчас нахожусь, просто отказался ни с того ни с сего ехать. А точнее, друзья мои, получилась такая ситуация, что я был за, грубо говоря, 100 километров от своего города, ни с того ни с сего машина начала просто тупить. Вначале я нажимал на педаль газа, она еще как-то, но реагировала, то есть еще как-то ехала, а потом все хуже, 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 и в результате дошло все до того, что автомобиль ехал только на холостом ходу. Представьте себе, любая малейшая нагрузка, а автомобиль не едет. Это очень сложно было, я очень долго добирался, но все-таки я доехал до дома. Самая первая мысль, которая меня посетила, это, конечно же, забитый топливный фильтр, и первая, которая перед фильтром, непосредственно забитая сетка в баке. Друзья мои, приехал домой, снял, конечно, бак, прочистил сетку, было немножко засоренное, ну а как же, автомобиль-то ездит, но после того, как я собрал, ничего не изменилось. Друзья мои, здесь стоит топливный фильтр с индикатором, который показывает и наличие засоренности, и наличие воды в фильтре, чего не было. То есть, в общем-то, фильтр оказался чистый, но ситуация не изменилась. Я специально решил протестировать, выехал на этом автомобиле, и, друзья мои, какое мое удивление было, то, что никакого изменения, никаких изменений не произошло. То есть, автомобиль ехал только на холостом ходу. Но, какая интересная штука была. Пока я ехал тогда, добирался до дома все эти 100 километров на холостом ходу, конечно же, у меня загорелась лампочка температуры двигателя, и включился вентилятор. Я тут прекрасно понимаю, что этого не должно быть, но, тем не менее, это происходило. Приходилось глушить двигатель, какое-то время катиться, если я с горы двигался. Двигался специально накатом для того, чтобы все-таки хоть немножко двигатель остудить. Хотя, в принципе, признаков кипения двигателя у меня не было. Друзья мои, и вот меня посетила такая мысль. Конечно же, сейчас я приеду домой, подключу сразу сканер, проверю, что я и сделал. А ошибок, кто таких нету, вообще ошибок не показывает. Мое было большое удивление, что я действительно ошибок не дошел. Друзья мои, конечно же, взял, просто еще сделал контрольный сброс ошибок, которых даже и не было, и все равно никаких изменений. И тут меня посещает такая мысль. А не может ли таиться все это, как бы эта проблема в одном? Это в датчике температуры. Неужели датчик температуры может оказывать такое влияние, а именно на вот такое движение только на холостом ходу и без нагрузки? Потому что слишком уж много совпадений. Я имею в виду, что и автомобиль не едет, и вот эта загоралась лампочка. Здесь, к сожалению, на этом автомобиле Mercedes Vita 639, на нем нет индикатора температуры. Хотя многие мне говорили, что некоторые автомобили даже с индикатором температуры и происходит такой же. И самое интересное, что чек-энжин не загорается, лампочка не загорается. То есть ошибку это не выбивает. Я добираюсь до этого датчика и проверяю сопротивление. Оно показывает у меня, друзья мои, что меня удивило, 60 Ом. То есть оно вообще не в режиме, это уже супер кипение. А двигатель в этот момент был, в общем-то, холодный. Я понимаю, что неисправность, конечно же, датчика температуры. Вот этого вот паразита. Вот он, маленький такой вот негодяй, который за это все отвечал. Конечно же, я заказываю другой датчик, другой фирмы. Перед установкой резиновое колечко смазал силиконом. Он снимается очень просто. Здесь сильно много разбирать ничего не нужно. Вынимается скоба, вытягивается датчик, вставляется другой датчик, скоба. Ну, там выливается, может быть, от силы грамм 20-30 антифриза и все. И ничего. Я, друзья мои, это, конечно же, сделал. Поставил другой датчик. И что вы думаете? И автомобиль поехал. Лампочка эта не загорается, вентилятор больше не включается. И, друзья мои, получается, что виновником всего этого торжества был вот этот негодяй. Маленький негодяй. Друзья мои, заменил его и все. И все стало на свои места. Конечно же, профилактически я еще заменил топливный фильтр. И это хорошо, что я почистил сетку в баке. Все-таки иногда, периодически, если вы, тем более, не знаете, кто вам заправлял, как заправлял, где этот автомобиль заправлялся. Я-то брал уже с рук этот автомобиль, ему уже немало лет, и он до меня прошел уже больше 400 тысяч, как оказалось. И вот, друзья мои, конечно же, сеточку в баке необходимо было почистить. Мы ее растворителем хорошенечко помыли и поставили назад. Друзья мои, после этого все в порядке. Автомобиль бегает, как часы. Все отлично. Так что, примите на заметку, если ваш автомобиль не едет, какие-то проблемы с температурой, если у вас датчик есть, могут быть, могут не быть. Но вы нажимаете на педаль газа, автомобиль тупит, не едет, отпускаете, а он тогда начинает ехать. Только на холостых. То обратите внимание, вот это все, что связано с температурой и, конечно же, вот с этим маленьким негодяем. Возможно, у вас установлен другой, но он влияет напрямую на мозги. Что не позволяет автомобилю разгоняться, не позволяет автомобилю нормально передвигаться. Надеюсь, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх и подписываемся на канал. На мой канал YouTube, а также на оба канала в Дзене. Вот QR-коды, направьте камеру мобильных телефонов и подпишитесь обязательно на оба канала, чтобы мы с вами всегда оставались на связи. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok